мы едем с куки у меня здесь сидит с ошейничком специально чтобы не свалилась едем к ветеринару у нас сегодня первый поход чтобы проверить наше здоровье до кучка до едем всей семьей папа мама доча и куки а а Продолжение следует... 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 Рак крови на лиусемию, сделать ей тестик и потом прививочку еще одну. И все, мы прикупили еды и идем лакомиться домой. Сейчас приеду домой и вам все расскажу. Она пулечет. Итак, мои дорогие, мы приехали домой. Хочу вам быстренько рассказать, что же у нас было с ветеринаром вообще, почему мы туда поехали, как и что. У нас получилось так, что вы знаете, что мои куки купили, во-первых, самое главное, с ней все хорошо, она полностью здоровенькая. Ей проверили сердце, проверили задние лапки, передние суставы, ее взвесили, ей все-все-все проверили, проверили зубки, глазки, ушки, носик, все полностью, сказали, что она полностью здорова. Почему мы ее отвели к ветеринару? Во-первых, после покупки животного всегда рекомендуется показать ее своему ветеринару или его, неважно, кот, собака, это хомяк или еще что-нибудь, показать своему ветеринару, который будет вести ее постоянно, на всякий случай, чтобы проверить состояние здоровья, если вдруг что. Потому что животное, когда вы покупаете, особенно когда это раса, то есть когда это не обычное дворовое, то есть обычное беспородистое, А когда это порода дорогая, то тогда есть гарантия покупки на всякий случай. Хотя я не думаю, что кто-то, полюбивший животное, его захочет отдать, если вдруг будут какие-то проблемы. Я такого еще не встречала, но вполне может быть, да, всегда в первый раз. Так вот, мы бы этого все равно бы не сделали, но мы когда ее купили, мы приехали домой, и дома я увидела, что она очень худенькая, что у нее прощупываются вот кости сзади спины, где находятся кочки, у нас вот там, да, где копчик, у нее прощупываются очень сильно кости. Передние тоже вот здесь, для лопатки, у нее тоже прощупывались очень сильно, ребрышки. Мне показалось, что она не должна быть такой худенькой, потому что, насколько я читала, у мейн-кунов нормальный рост вес, точнее, при трех месяцах, сколько ей сейчас есть, нашей кошечке три месяца, на печеньке имбирному нашей кукичке ей три месяца. Поэтому она должна весить примерно 2 килограмма с чем-то, учитывая то, что она мейн-кун, обычные кошки других пород весят намного меньше, но поскольку она самая крупная порода кошачьих, то она должна весить чуточку больше. Весила она примерно 1600, когда мы ее взяли. Мне это показалось сначала нормальным, но когда я ее прощупала, подержала в руках, потрогала, то я поняла, что нет. Мы посоветовались, мы поехали туда же в ветеринарную клинику, сказали ей, что так и так, вот мы купили кошечку, что делать? У нее вроде как ощутимо маленький вес, что прощупываются косточки и так далее и тому подобное. Нам сказала ветеринар, что ей нужен специальный корм, педиатрический, специальный для котяток. И тот корм, который нам дал мужчина, у которого мы ее купили, это корм обычный для котов и кошек. Неважно каких, обычный для взрослых кошек, которые не подходят для маленьких котов, им нужен специальный, потому что они очень быстро растут, им нужно набирать вес. Чего нет в обычном корме. В обычном корме намного меньше калорий. И получилось так, что мы взяли там корм, взяли мокрый корм, тоже такие баночки, где находится тунец, полностью чистый тунец. Представляете, вы как открываете, так ощущение, как будто вы для себя тунец купили. Правда, тунец, молоком и морковочка там, по-моему, еще была, или и курятина. И мы ей начали это все смешивать, у нее даже не было проблем с пищеварением никаких. То есть мы постепенно не отходили от взрослого корма к ее, к детскому. Нет, мы сразу начали ей давать детский корм, потому что было видно, что она была очень в стрессе, она не спала первый день вообще. Она, извините меня, в туалет не ходила, не писала, то есть вообще не ходила. И получилось так, что все то, что она ела, у нее всасывалось в организм, просто-напросто ничего не оставалось, чтобы водить. Мы начали ее кормить, и сейчас она уже поправилась на 200 грамм. Это очень хорошо, замечательно. Она ест, сколько хочет на данный момент по показаниям ветеринара. Мы даем ей, сколько она хочет, сколько в нее влезет, и потом у нас таким огромным брюшком ходит. Но самое главное, что с ней все хорошо. Я вот из-за этого очень сильно переживала, хотела, чтобы ее проверили, все ли с ней нормально, чтобы ей проверили из одной сустава, потому что бывает иногда луксация, бывает дисплазия у кошек этого вида, потому что они самые тяжелые, самые большие, нередко их суставы не выдерживают. И у нее бывает иногда порог сердца, это тоже хотела проверить, но все, к счастью, хорошо. Единственное, что у нее, по ее генетике, у нее так получается, что у нее из глазок выделения идут немножко больше, и из носика, поскольку у них носик такой приплющенный, у них носик приплющенный, поэтому нужно чистить носик и глазки. А так все супер. Наша кошечка Мейнкунчик замечательная, здоровенькая, прекрасненькая, все с ней хорошо, поэтому теперь мы ее повезем уже в январе, 4 января вечером на тест по Иусемии, и потом, если он негативный, то ей делают прививочку. И все, наши уки будут привиты, и теперь уже только диспроизитирующие средства иногда периодически давать, и замечательно! Так что мы очень-очень сильно рады, у меня упал какой-то камень с груди, что все с ней хорошо, к счастью, так что да, я хотела, чтобы вы знали, что наш новый член семьи находится в полном здоровье, и все с ней хорошо. Будем ее сейчас кормить, набивать ей брюшечко, потому что она голодная, она очень сильно боялась, но по дороге назад, правда говорят, что мои инкуны очень сильно умные, по дороге назад она успокоилась, у нее сердце уже не билось, она начала мурлыкать, как будто понимала, что мы уже едем домой. Поэтому все хорошо, мы дома будем отдыхать, играть с ней, вводить ее из трессового состояния после поездки к ветеринару, но она вела себя замечательно, и я очень сильно рада. Надеюсь, вам понравился сегодняшний влог. Всем большое спасибо, кто меня смотрит, кто подписывается на канал, и увидимся с вами в следующем влоге. Всем прекрасного сегодняшнего вечера и пока-пока!